Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фоберлик без прикрас. Просто огромный пакет пустых баночек набрался. Итак, поехали. Так, первое, что покажу, это кислородная пена для комфортного бритья. Вент Адвенчерс. Мужская пена в артикуле 0500 мужу не понравилась. Сказал, больше ему такие не брать, у него раздражение от этой пены он не хочет. Допользовала ее сама. Допользовала ее сама до конца и, скорее всего, больше не купил. Потому что, в принципе, мне пена не нужна, у меня депиляция, но допользовала. Так, спрей антипреспирант. Это относительная такая новиночка, да. У нас дейзик в спреи, два у нас шариковых, один в спреи. Эффект до трех дней, лайт, написано здесь. 2679 артикул. Здесь много алюминия, мне не понравилось. Я хоть и люблю, в принципе, формат спрея, но больше твердый и не шариковый, да. Но здесь удушающее просто распыление, просто удушающее. Просто бьет в нос, распространяется по всей квартире. Вообще. И прям вот действительно начинает становиться тяжело дышать. Поэтому нет. Вот это я больше не повторю. Мне напомнило, он, по-моему, у Дионика есть такие дейзики некоторые. Когда распыляешь, у тебя вся квартира вот в этом аромате и спирает дыхание аж. Поэтому нет. Вот в этом плане нет. В плане защиты как бы все отлично, все нормально. Три дня нет. Два дня с натяжкой, да. Три дня нет. Нет, запаха в принципе нет. И три дня. Но подотделение есть. Поэтому там не до конца блокируют, не до трех дней точно. Но защита очень хорошая. Один из самых таких вот мощных, мне кажется, Фаберлик. В плане защиты. Но из-за вот этого вот удушливого распыления точно больше не повторю. Прокладки, девчонки. Дневные и ночные. Две пачки. Я вам уже много раз их нахваливала. Беру и буду брать их. Какое-то время не было на складе. Слава богу, сейчас все нормально. Они есть. Чуть подороже. Но ждем, ждем, что цены все-таки потихонечку будут снижаться. Вроде уже начали снижаться. Вчера об этом компания заявила. Дневные 112.89 и ночные 112.95. Они классные, они крутые. Они с чипом. У меня с ними меньше болит живот. Они просто с идеальной защитой от протекания. Они очень много впитывают. Единственное нарекание к этим прокладкам у меня, так же, как и у вас, да, у них крылышки плохо липнут к белью. Вот это, да, вот это вот не айс совсем. Но я приноровилась, как бы в этом плане все нормально, поэтому пользуюсь. Так, следующий продукт. Закончилось вот такое вот жидкое мыло от Beauty Cafe. Мне очень нравится именно лаймовый сорбет. У него классный свеженький аромат. Мне нравится именно зеленое мыло видеть в прозрачных флакончиках. Не знаю почему. Артикул 2743. Классно пахнет, классно пенится, отлично мыло. Разливаю по флаконам. Беру сейчас, как бы это экономично, да, вот такой объем 500 миллилитров. И все замечательно. Так, дальше кетчуп закончился. Классический я всегда беру с помидорами черри. Он у нас с вами с подсластителем, без сахара. Он очень вкусный, сладкий, густой. Вот всей семье нравится, никаких нареканий. И он у нас самый любимый. Так, артикул его 160-50. Вообще классный. Шашлычный тоже вкусный. Но у меня все любят вот этот вот классический. Так, поехали дальше. Что интересненького еще? Освежитель для полости рта Стордамор. Брали его 100 лет назад. Что-то он у нас не прижился, а потом решили допшикать просто тупо, да. Сочная вишня. Артикул 87-30. Освежитель, кстати, нормальный. У меня была девчонка на работе. Она постоянно его брала, постоянно ей он нравился безумно. Он какое-то время действительно освежает. Дыхание действительно свежее. Такое мятное, с привкусом вишенки. Поэтому, в принципе, формат неплохой. Если вы пользуетесь вот так положить к себе в сумочку, мне кажется, классно. Так, спрей антиналет. Вот такой еще в старом формате. Так, серия домфоберлик 112-91. По-моему, он еще есть на сайте, но его обновили. Слушайте, ну он классный. Мне понравилось. Мне понравилось. Он достаточно мощный. Сейчас отдушку забыла. Но она такая химозно-парфюмерная. И мы с вами сравнивали. Где-то был ролик вот этот вот старый с новым. Они, кстати, сильно, очень сильно отличаются по действию. В принципе, вот в плане антиналет к нему никаких нареканий нет. Но какой налет? Свеженький. Душевые кабины. Если у вас возле ванны есть стекло, вот это вот обрабатывать для ежедневной уборки. Не запускает, да, да, действительно подходит. Так, дальше. Закончился вот такой гей для душа. Это у нас с вами весенние лимиточки. Тюльпан обалденный. Если они еще есть, девчонки, возьмите 2765 артикул. Как мне нравится. Действительно чувствую тюльпан. Я обожаю аромат тюльпанов. Просто, наверное, мой самый любимый аромат вместе со свежескошенной травой на свете. И он действительно пахнет тюльпаном. Он действительно крутой. Так, дальше. Кофе закончился у меня. Добрый день. Да, он немножко послабее, чем утро. Но, тем не менее, тоже терпкий, тоже классный. С добавлением молотого. Кто-то говорит, что осадок. После этого кофе. Даже в обратную связь пишут. Спрашивают, девчонки, он с добавлением молотого. Поэтому имейте в виду, да, там есть осадок. 160-49 артикул. Но он за счет этого и крепкий, и терпкий. И действительно бодрит, и бодро сдержит в течение полудня. Наверное, точно. Так, две соли. Одна обычная, буду брать еще. И норвежская для рыбных блюд. Тоже, кстати, классная. Обычная соль у нас с вами без добавок, без всяких. 161-46. Она мелкая-мелкая. Здесь такие крышечки есть. Вот такие вот. У меня здесь уже крестюшка, видимо, оторвала, игралась. С пониженным содержанием натрия и такая мало-мало соленая. То есть, если вы привыкли солить обычной солью, сначала вам будет непривычно. Потому что нужно насыпать ее много, чтобы действительно было блюдо соленым. Но мы постепенно привыкли и едим с такой солью, и все отлично. Буду повторять обязательно еще. И норвежская 161-43. Она, кстати, вкусненькая. Она действительно вкусненькая. И с ней можно не только рыбку жарить, но она и хорошо подходит для картошечки. И для мяска. Ароматная такая. Кари тут. И чесночок чувствуется. Но такая вот ароматная. Не обязательно для рыбки. Присмотритесь. Вот она одна из удачных солей. Солей. Фаберлик. Действительно ароматная. Действительно вкусненькая. Потому что для меня есть не очень. Так, девчонки, корма. Корма. Оставила специально три штучки, чтобы рассказать. Артикул не оторвала. Интересно. Скорее всего, оторвала, девчонки, артикул. Поэтому, ну, по названию. В общем, нежный кролик. Кот оценил. Ему понравилось. Ест. Да, действительно ест. Состав у кормов хороший. И кто бы что ни говорил, цена вполне адекватная. Потому что сейчас цены на корма для кошек очень-очень выросли. А с таким, если еще составом, то вообще здесь 85 грамм. Кто-то мне написал, что так же, как вискос. Нет, вискос 75, а здесь 85. Так, сочная говядинка тоже коту понравилась, но поменьше, чем кролик. Он ее не с таким энтузиазмом ел. И лакомая индейка, вот так же, как кролик, наверное, на этом же уровне. Прям хорошо кушал. Разные пробуем. Даже для каких-то стерилизованных кошек брали. Так, дальше, девчонки, крем из серии Love. Я уже много раз ему пела ОДЭ, 2608 артикул. Такая баночка, объем большой. Я крестюшки, даже крестюшки в год, хотя у нас, по-моему, 3+, если я не ошибаюсь. Смазывала шелушень на ножках и на ручках. Ну, что-то типа аллергической реакции у нас было, не знаю на что, но было. Смазывала, смазывала, втирала прям обильным количеством крема и за пару дней все ушло. Поэтому вот эта баночка у меня теперь в доме есть всегда. Это спасение для сухих мест. Для меня самое лучшее, Фаберлик. Я не говорю про бальзам для стоп гладкие пяточки. Он для ног идеален, да, в этом плане. Он для ног, именно для стопней, лучше, чем Love. А все остальные шелушения какие-то на локоточках, на лице. Можно на ночь плотным слоем нанести, вы с утра лицо свое не знаете. Ланолин все-таки делает какое-то свое дело. Поэтому вот must-have, девчонки, попробуйте. Попробуйте, кто не пробовал, хотя бы один раз. Это что-то. Банка большая, хватает надолго. Так, по салфеткам. Смотрите, влажные салфетки универсальные закончились. Вот такие вот. 305-50. Антибактериальный компонент здесь, да, возможно. У них запах мне не понравился. Он с какой-то такой отдушкой. Не очень. Но видно, что какие-то есть средства такие, возможно, антибактериальные. Или еще что-то без следов потеков и разводов, ну, не скажу, смотря на какой поверхности. Бывают и разводы. Здесь 30 штук в упаковке. Ну, так вот, что-то, знаете, пыль протереть с мебели. Не больше, не меньше. Ну, навряд ли. Повторю, потому что это можно сделать любой другой салфеткой, которая есть в доме. Например, вот такой. Детские салфетки из линейки Хуберлик Бэби. Тоже всегда беру. Что-то в этом каталоге забыла взять запас. И вот плохо. Надо обязательно в следующем заказе взять. 17,98 артикул. Здесь 50 штук. Они мягенькие, они хорошо пропитанные. Они прекрасно очищают кожу без каких-либо трений. В общем, у меня к ним никаких нареканий. И еще салфетки, девочки, были по срокам годности. У нас с вами биоси, артикул 5106. Вот эти тоже очень понравились. Но у них запах такой ярко выраженный, специфический. Какое-то травяно-хлорочный, вот честно. А сами салфетки вообще классные. Тоже хорошо пропитаны. Они такие рифленые, знаете, бывают. Они большие. И вот за 40 рублей я взяла. Да, можно взять. Дороже, не знаю, брала бы, не брала. Но, может быть, даже за 50 взяла бы. Но не больше, потому что здесь у нас сколько штук с вами? 20, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, 20 штук. По срокам годности взяла. С удовольствием использовали. Хорошие салфетки, мягкие тоже, никаких нареканий. Недавно откопала у себя порошок. И да, использовала в запасах девчонкам. В телеграмм рассказывала, когда он еще был по самой высокой цене. Сейчас он немножечко подешевле уже, да. Люблю порошок. У меня пока есть в запасах много гелий. И немножко порошка еще. Поэтому не беру. А так обязательно, как все закончится, повторю. Потому что сейчас более-менее. Там за 400 с чем-то рублей пачку можно взять. Это уже как-то по-божески. Я надеюсь, что сейчас еще подешевеет. 302, 23 артикул. Я беру либо горную свежесть, либо альпийский лугай. Стираю этим порошком и цветное, и черное, и так далее. Меня устраивает, отстирывает. Хорошо, как бы нареканий нет. 800 грамм приравнивается к 1 килограмму. Гипоаллергенный, потому что он в таких грануках и не пылит сильно. Подходит астматикам, подходит атопикам. Поэтому вот порошок хороший. Что тут говорить-то? Так. Допила экстракт черной бузины. Ничего не могу сказать по эффекту, потому что я ее пила, потом забыла. Потом опять пила. 157,83. Но я свято верю в эффект БАДов и Берлик, да. И здесь у нас, по-моему, витамин С. Да, витамин С, аскорбинка даже в составе. То есть это такой иммунопротектор, что ли. Ну, иммунитет поддержать, да. Дальше. Закончилась зубная паста Технокит 6 плюс груша. Артикул 2359. Нравится. Ксюша пользуется ими уже несколько лет. Как бы все отлично, нареканий никаких. Хорошо очищает эмаль. Сыворотка Варио закончила. Использовала не как сыворотку, а добавляла, делая тканевые маски. Да, сухие тканевые маски продаются везде. И мы с Ксюшей периодически делаем. Ей делаю один состав себе, другой. Вот себе я добавляла сыворотку Варио. И какой-либо тоник. Прекрасно, вы знаете, прекрасно. Мне нравится формат. Пипеточка с кнопочкой. Пипеточка большая. Надо прям этот пузыречек себе для чего-нибудь оставить, не выкидывать. 0165 артикул. И мне больше всего нравится именно аквалифтинг. Потому что после него какая-то кожа упругая, свежая, румяная. Все отлично. Можно капельку под крем. Можно смешивать с кремом. Как вам нравится. В формате сыворотки. Очень хорошая вещь. Прям рекомендую. Беру не первый раз. Так, дальше, девочки. Секреты Востока. Про пила уже тоже далеко. Не первый, не второй раз. Мне нравится. Я с ними чувствую себя прекрасно. По две штуки с утра натощак запивая стаканом воды пила. Артикул 157.10. Частенько в последнее время бывает по хорошей цене. Девочки спрашивали, как нормализовать гормональный фон. Вот вам, пожалуйста. Эта вещь оказывает влияние на гормональный фон. Если у вас действительно есть какие-то заболевания, лучше, конечно, с врачом проконсультироваться. Я, например, когда беременна была, я БАДА и травяные сборы показывала прям гинекологу. Можно, 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 нельзя и так далее. Если не ходите на прием, доверяйте тогда сами себе. Потому что вещь достаточно сильная. Много про нее рассказывали, да. Вещь достаточно сильная, очень интересная. Люблю этот БАДА. Мне нравится, буду брать еще. Закончился скраб Бьюти Кафе. Тоже лаймовый сорбет. Артикул 2506. Мне нравится этот скрабик. Хотя его здесь немножечко, баночка такая маленькая, да. Такой зелененький. Аромат прям лайма-лайма классный. Люблю, освежает. Скрабирует хорошо. Частичек много. Он достаточно густой такой, плотненький. Поэтому, в принципе, рекомендую, когда скидочки бывают, можно взять. Так, и еще паста детская. Технокитс уже яблоко. Я, Ксюша, чередую, да. Это артикул 2358. Тоже никаких нареканий. Хорошо очищает эмаль. Прямо все в этом плане замечательно. Так, антипаразитарный комплекс. Девчонки, допила антипаразитарный комплекс. Ничего не могу сказать. Никаких ощущений неплохих, нехороших не было. Надеюсь, что он работает. Потому что паразиты, они, в принципе, наверное, есть у всех. Абсолютно, да. 157-63 артикул. Но мы периодически как бы глистогонимся всей семьей два раза в год. Весна, осень, ну, препаратами аптечными, да. Но все равно пропила. Почему бы нет, как бы, да. Дальше. Гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера. Линейка Фаберлик Бэби. Всегда тоже берем. 1644 артикул. Вещь классная. Мы с Ксюшей тоже пользуемся этим средством. Всегда должно быть деликатное, нежное, классное. Мне нравится отдушка этой серии. Так, и живица. Это Ксюшка допивала. Вот допила уже теперь до осени. Не делаю перерыв. Осенью к школе, в конце августа, начну опять давать ей курсом. Потому что эта вещь работает. Еще с садиком мы ее пропиваем. В сезон простуды. Она у меня прям вот болела. На этом препарате хочется даже сказать гораздо меньше. 157-28. Если будет хорошая цена и летом, обязательно возьму. Буду брать и на осень складывать в запас. Потому что это действительно работающий продукт. Девчонки живицы. Она частенько пропадает со склада. И пропадает иногда надолго. Поэтому тоже, если хорошую цену увидите, обязательно берите. Работает. Действительно работает. На этом все. Мои хорошие. Ссылка для регистрации в Фейберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Сейчас компания дарит денежки. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok